Всем привет! Сегодня будет довольно-таки интересное видео, в котором я буду работать на 150 стаже дальнобойщика. Мы посмотрим, есть ли разница в заработке между 100 и 150 скиллом. Я давно хотел записать данное видео, потому что подобного ролика у меня на канале не было. Поэтому надеюсь на вашу поддержку. Ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Но в начале игры вам конечно поможет мой промокод. Вводите промокод полканов на любом сервачке до 5 уровня. За него получите 300 тысяч рублей. Вся информация есть в описании под видео. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита! Ну что ж, ребятки, как вы поняли, сегодня я буду работать на 150 стаже дальнобойщика. Этот стаж получить на данный момент невозможно. Раньше как бы не было ограничений на скиллы, но сейчас вы никаким образом не сможете вкачать данный скилл дальнобойщика. Максимальный скилл это 120. Я буду работать часик, посмотрим, что из этого получится. Я уже сделал пару пробных рейсов, попробовал что-то такое. Заработок реально довольно-таки хороший, от 60 тысяч рублей. То есть вот, если вы посмотрите мои скиллы, у меня 150 скилл. Мне его выдали, если что, для ролика. Я его никак не вкачал. И сегодня мы поработаем, посмотрим, как сильно будет отчастся заработок. А, кстати, еще x3 день, пацаны. Если у нас будет спрос, то есть мы реально будем за рейс получить 100 тысяч, если упадет спрос. 22.54, то есть в 23.54 мы должны будем закончить нашу работу. Так, за рейс нам должны заплатить 64 тысячи. Это как бы неплохо. То есть представьте, если будет рейс, допустим, Южный Эдова. То есть, мне кажется, там можно бы получить около 70 тысяч рублей. Блядь, надо на лесорубы ехать, я дебил. Я вообще не туда поехал. Я почему-то думал, выткарина. Кстати, как я и сказал, максимальный скилл, который можно вкачать, это 120, но 120 скилла рейсов нету совсем. То есть, допустим, 110 скилла есть рейсы, но максимальный скилл, который можно вкачать, 120. Но 120 скилла как бы рейсов нету, поэтому будем надеяться и верить в то, что когда-нибудь все-таки они добавят. Кто как бы поддерживает эту идею, пацаны, поставьте лайк, напишите в комментариях, чтобы, блин, не знаю, добавили реально рейсы 120 скилла. Самое еще печальное, то, что я так посмотрел, рейсов именно 150 скилла довольно-таки мало. Да, как я и сказал, в принципе, именно рейсов 150 скилла очень мало. То есть, я пока что привез только 2 рейса. То есть, по факту, я так думаю, то, что прям особого смысла от этого скилла нету. То есть, да, такие рейсы очень хорошо оплачиваются. То есть, там от 60 тысяч минимум. Но таких рейсов очень и очень мало. Мне кажется, проще возить там 100-е, 110-е и можно реально заработать побольше. Просто я реально мечтал такие рейсы повозить. Ну, просто хотя бы пару штучек, знаете. Потому что есть игроки именно Алды, у которых там 200-е скиллы, там 150-е и так далее. То есть, они могут такие рейсы возить. А мы, так сказать, смертные. Мы не можем такие рейсы возить. И мне всегда было интересно, сколько все-таки можно зарабатывать. Да, Кирюшка, молодец. Видос он записывает, отсылку починить на газоне не судьба была. Ну, кстати, прошло 15 минут, мы заработали 200 тысяч. Как-то не особо много, на самом деле. Ну что ж, ребятки, вот и прошел час моей работы. На самом деле, я, в принципе, не удивлен. То есть, понятное дело, что на 150-ом скилле вы получаете больше. Но, как я и сказал изначально, таких рейсов очень и очень мало. Если даже так станет, то 110-ых скиллов, на самом деле, больше появляется, чем 150-ых. Поэтому, по факту, особого смысла от этого максимального такого уникального скилла нет. Но, в любом случае, я хотел попробовать. Я хотел понять, как это. Я хотел, как бы, повозить такие уникальные рейсы. Потому что 150-ый скилл, как я и сказал, качать, к сожалению, нельзя. Хотя, на самом деле, я был бы не против, если бы не сделали максимальный скилл 150-ый. Это было бы, реально, неплохо. То есть, понятное дело, что сложно будет вкачать. Но, в любом случае, у людей, мне кажется, будет хоть какая-то мотивация. По итогу, ребятки, я за час заработал 750 тысяч. Прям огромной разницы нет в заработке. Возможно, я себе ночью работал. Ну, может, плюс-минус, я бы на 100- на 150 тысяч заработал бы больше. Напишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы добавили 150-ый скилл. То есть, именно в плане денег, конечно, платят очень даже хорошо. Но, в плане заработка, это особо не влияет. То есть, если вы будете катать на 100-ом скилле, вы будете плюс-минус также зарабатывать. То есть, колоссально какой-то разницы нет. Хотя, я думал изначально, что разница реально будет большая. Если бы этих рейсов было бы побольше, намного больше, хотя бы в 2-3 раза, тогда да. Тогда бы разница по заработку была бы прям ощутимая. На этом, ребятки, я буду заканчивать. Надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если вы хотите в будущем видеть ролики про дальнобойщики, то напишите об этом в комментариях. Либо просто поставьте лайк, если будет много лайков. Я пойму то, что стоит продолжать возвращать, так сказать, тему с дальнобойщиками. Возможно, обратно снимать будем дальнобойщика. Либо какие-то эксперименты, видосы там и так далее. То есть, главное, чтобы вам было интересно. Все, всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.